День Победы Какие раны, время не лечит. Этот день мы приближали как могли. Ветераны Великой Отечественной принимают поздравления. Мы приезжаем, в частности, к Ольге Кузьминщине, для того, чтобы поздравить ее с этим замечательным праздником, с Днем Победы. Какова цена мирной жизни? Километры памяти в городе прошел патриотический автопробег. Мы дедов пришли помянуть своих, они защищали нас оружием в руках. Кого объединила Дорога Славы? А также цветы памяти, вечерний флешмоб и майский забег. Горожане приняли участие в ежегодной эстафете на призы редакции газеты «Бавруйское житё», что на кону. Праздник со слезами на глазах. В каждом уголке Беларуси отмечают День Победы. С самого утра на проспекте Независимости стартовало шествие поколений. Первым цветы к монументу возложил Александр Лукашенко. Стало в честь присвоения Минску звания города-героя одно из центральных мест, связанных с подвигом красноармейцев. В войне республика понесла колоссальные потери. Население сократилось на треть. И это помнят в каждой семье. Беларусь по-прежнему стоит, как несокрушимая Брестская крепость на пути любого врага. Все попытки задушить делают нас только сильнее и воодушевляют других. Потому что на белорусов, россиян, которые снова ведут борьбу с этим злом мировым, смотрят миллиарды людей. Китай, Индия, страны Латинской Америки, Африки, арабские государства от американской удавки устали все. Уверен, что и вы, простые граждане, как и большинство населения планеты, выступаете за новый справедливый мир без дискриминации и санкций. В котором все народы свободны и равноправны, а вопросы и проблемы решаются путем диалога. Но ваши власти никогда не скажут вам настоящую правду. Британские, французские, американские средства массовой информации продолжают натравливать свою аудиторию на Россию и Беларусь, формируя в сознании ложный образ агрессора. Им надо наконец-то разобраться с нашим единством, последним оплотом нашей цивилизации. В 1941-м белорусский народ в числе первых принял на себя удары врага. Одна лишь оборона Бритской крепости навсегда останется олицетворением стойкости, героизма и мужества советских солдат. Здравствуй, мама! Возвратились мы не все. В Абруйске прошла республиканская акция «Беларусь помнит». Колонны стартовали в 10.15. Участники патриотического движения с гордостью несли портреты дедов и прадедов. На пересечении Минской и Социалистической два потока слились в один и направились к Площади Победы. О связи поколений Карина Гуревич. Величайший момент истории – осознание, что все усилия были не напрасны. Горечь потерь и ликование Победы пронеслись по советской земле в мае 1945-го. Спустя 77 лет эмоции не ослабли. С годами память лишь крепнет. У мемориала Георгия Победоносца, где захоронены больше 300 солдат, которые погибли во время освободительной операции в середине 1944-го, собрались сотни бобруйчан во главе с руководством города, чтобы почтить славный подвиг. В это время на территории крепости собрались представители трудовых коллективов, активисты и те, кто неравнодушен к истории своей страны. К братской могиле советских военнопленных, где покоится 18 тысяч сожженных и расстрелянных солдат, несут алые гвоздики и тюльпаны. После возложения люди выстраиваются в колонну, движутся в сторону Минской. Акция «Беларусь помнит» уже не один год шествует по улицам страны. В каждой семье вспоминают тех, кто защищал нашу родину. Это люди, чья жизнь в годы Великой Отечественной стала сплавом мужества, стойкости и самоотверженности. На главной магистрали города сотни жителей – Белорусский союз женщин, БРСМ, Белая Русь, ветераны, школьники. Остановись мгновения! В торжественной колонне десятки ребят, которые несут портреты своих героических предков. Вот они – лица победы. Участие в шествии для многих станет тем воспоминанием, которым захочется поделиться с потомками. Величественный май на улицах Бобруйска встречают масштабно. Пройти мимо невозможно. Флаги, антуражные наряды, шарики и улыбки. Торжественную колонну приветствуют и снимают на телефоны. Весь город отмечает День Победы. Для нас День Победы – это большой праздник, который каждый должен помнить, и чтобы этот праздник всегда оставался в наших сердцах. Я несу сегодня портрет своего прадедушки Вальковского Николая Андреевича. Он участвовал в боевых действиях на территории Беларуси. Во время войны, где-то в 1942 году, получил ранение в правую ногу, дальше находился в госпитале и дальше продолжил после того, как он вылечился, свой путь. На пересечении Минской и Социалистической два потока сливаются в один и направляются к площади Победы. Здесь праздничную колонну встречают бурными овациями. Завершает действие митинг-реквием, возложение и минута молчания в память о павших. Дальше демонстрация военного построения под звуки оркестра. Подобная слаженность и синхронность достигается лишь усердными тренировками. И, конечно, впечатляет каждого. В центре внимания главные гости этого дня – ветераны. Их истории – не заезженные пластинки, а осколки военных лет. Истина, которую необходимо бережно хранить, защищать и передавать из поколения в поколение. Мэр города произносит слова благодарности, самые искренние. За этот мир, за то, что мы можем сегодня трудиться на благо нашей страны, за то, что сегодня мы можем спокойно находиться на этой площади, не боясь ничего. Это дорогого стоит. Подвиг героев дал шанс на жизнь современному поколению. Ему, конечно, тоже уделяет внимание. У юных бобручан свой звездный час в этот день. Их посвящают в пионеры. Краснозеленые галстуки навевают теплые воспоминания. Очень приятно, что молодежь культурная, ребята уважительные. И хочется пожелать, чтобы они не пережили того, что пережили лежащее вот здесь, в могиле братской. За официальной частью следует праздничный концерт. Песни военных лет собирают зрителей всех возрастов. Для малышей это просто лиричные мелодии, для старших – музыка, которая несет глубокий смысл и хранит память молодости. Окунуться в историю помогают и атмосферные локации. Тематические площадки, выставки, фотозоны и ярмарка. Площадь Победы собирает бобручан и гостей города ежегодно. И каждый раз удивляет. Масштабное празднование – не просто возможность хорошо провести время. Это традиция, которая через столетия сохраняет эмоции победного торжества. Нужно знать историю, изучать ее, для того, чтобы не допускать ошибки. И гордиться историческим и героическим прошлым наших предков. Я очень рада, что было очень много людей, которые от души пришли сюда, чтобы почтить память своих предков. Людей, которые защитили нашу страну. Мы можем жить в такой красоте, в мире процветании. Великая Отечественная оставила неизгладимый, несмываемый отпечаток на белорусской нации. В летописи страны не было более жестокой битвы. Тогда погиб каждый третий житель. Земля пропиталась кровью солдат и погибших от зверств, фашистов в концлагерях и сожженных деревнях. 1418 дней и ночей столько длилась война. Задача будущего поколения – не позволить подвигу предков уйти в забвение. Мы помним. Беларусь помнит. Карина Гуревич, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галенка, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. Есть имена и есть такие даты. Забыть тех, кто сражался за жизнь под мирным небом, значит повторить ошибку прошлого. 9 мая – прекрасный повод сказать самые важные слова, пообщаться и выслушать фронтовые истории ветеранов. Каждый год с теми, кто прошел дорогами войны, встречается лично мэр города. О лицах победы прямо сейчас. Этим до боли знакомым мотивом Ольга Головкина каждый год радуется, как в первый раз. Казалось бы, все как обычно. Фронтовой альбом, праздничный китель и военный оркестр. Но обстановка домашняя. В этом году мини-парад персональный. Такая традиция, которая заложена у нас уже не первый год. Мы приезжаем, в частности, к Ольге Кузьмичной, для того, чтобы поздравить ее с этим замечательным праздником, с Днем Победы. И выразить ей слово благодарности за то, что мы, сегодня это поколение, можем трудиться на благо нашего города, на благо нашей страны. И прекрасно понимаем, какой ценой далась эта победа. О храбрости Ольге Головкиной можно говорить часами. Так и происходит, когда в ее дом заглядывают почетные гости. Сегодня спасибо за подвиг, женщине лично говорит мэр города. Ждем Победы. Крепкого здоровья. Ряды Красной Армии Ольга Кузьминишна пополнила добровольно. Свой фронтовой путь начала в 1943-м. Тогда ей было 18. Служила под Сталинградом прожектористом. Боевая задача хрупкой девушки заключалась в освещении немецких самолетов, чтобы дать возможность артиллеристам уничтожить врага. За безупречную службу награждена орденом Отечественной войны второй степени и медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Я желаю, чтобы не видели того, что видела я. Она как-то сказала, они же как одна смена дежурит, другая спит. Предпришли от нас в разбору. Все. То есть было такое. Там же как самолет летит, и он подает определенные знаки. То есть, они поражают, если он не те знаки подает, ну, это что-то, какие-то сигналы, то его сбивают. За сбитый самолет, вот эта награда, вот эта самая такая, считается, вот за боевые заслуги, да. После окончания войны Ольга Головкина вернулась в родной Канск, вышла замуж за военного и вместе с ним проехала весь Восток и Сибирь. Затем судьба забросила семью в Бобруйск. В свои 97 главным богатством ветеран называет сыновей, внуков и правнуков, но самым важным считает мирное небо над головой. И пусть со дня Великой Победы прошло 77 лет. Подвиг жив, пока мы помним. Мария Бересневич, Максим Кембель, Стамислав Чичерин. Бобруйск, 360. Нелегкий путь. Горожане приняли участие в традиционном забеге на презы редакции газеты «Бобруйск. Житё». Первенство посвящено 77-летию Победы Великой Отечественной. Маршрут, стадион «Спартак», интернациональная, социалистическая, Минская, Пушкино, Пролетарская, Октябрьская. Общая протяженность свыше 3,5 километров. Эстафета собрала 70 команд, а это 700 человек. Представители предприятий, учащиеся колледжей, школьники и воспитанники подростковых клубов. Среди мужчин чемпионами стали спасатели, среди женщин сотрудницы мясокомбината. Бегу, все уже, под конец уже начинаю, уже уставать, но я думаю, не, надо победить. Бегу, 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 обгоняю троих. И все, отдаю эстафету. Тренировались очень много мы, бегали на дистанции большие, там, прыгали, там, ну, много всего это делали, чтобы занять второе место. Ну, у нас получилось. У меня был второй этап, это самый такой стартовый этап, важный, ответственный, и эмоции просто переполняли, и, ну, вообще очень рада, что победили в этом. Представляю «Северное сияние», заняли первое место среди наших школ. Дистанция была, ну, 270 метров сколько получается у меня последняя дистанция. Ну, тяжело было, пришлось постараться попотеть чуть-чуть. В лидерах также 31-я и 27-я школа, профессионально-технический и аграрно-экономический колледж «Белшина и Агромаш». Лучшим дипломы, подарки и книга за авторством Александра Казака «Бобруйск в переплетении столетий». На встречу победе в 2022-м не обошлось и без традиционного автопробега в честь великого праздника. Точка отправления – улица Апермана, прибытие – деревня Сычково. Участники возложили цветы к мемориальному комплексу «Курган Славы» и запустили в небо красно-зеленые шары, как символ независимой и процветающей Белоруссии. «Спасибо деду за победу», – сказал и Максим Кембель. На территорию Бобруйской крепости продолжают стекаться десятки машин. Горожане готовятся к патриотическому автопробегу с говорящим названием «Спасибо деду за победу». Каждое авто – произведение искусства. Одни украсили маскировочной сетью и макетом танка из дерева, другие на крыше установили еще одно небольшое транспортное средство. Из колонок звучат песни военных лет. Сегодня такой радостный день, день победы. Это наше все. Мы дедов пришли помянуть своих, они защищали нас оружием в руках, жертвуя всем, самое главное – жизнь отдали за то, чтобы мы жили, нормально себя чувствовали. С каким настроением сегодня решили принять участие в автопробеге и почему? Конечно, с самым лучшим настроением в день, памяти, почтить память нашим предкам, которые отдали за нас жизнь свою. Автопробег позвал патриотов уже девятый год подряд. Количество участников только увеличивается. В 2022-м в колонне 150 машин, а это более полутысячи человек. Организаторы выбрали и лучший автомобиль. Победила, так скажем, Волга. Волга – победа символично. Ну и остальные участники, победители – это тоже советский автопромт. Подарки, значит, книги об Абруйске, очень интересные, красочные. И от нашего красного пищевика сладости. 14.00. Колонна начинает движение. Маршрут следования – Карбышево-Минская деревня Сычково. Курганслава становится финишной точкой в автопробеге. Участники возлагают цветы к подножию мемориального комплекса. На этом месте заложены капсулы с землей и 70 братских могил, расположенных в Абруйском районе. Позже рядом с Курганом на 18-метровом постаменте была установлена символичная композиция высотой 4 метра, два советских воина. Рядом шесть стел в честь героев Советского Союза, погибших на Бобруйской земле. Участники автопробега ставят зрелищную точку. Растягивают государственный флаг вблизи Кургана Славы. Символ суверенитета и независимости Беларуси. Родина, за которую отдали свои жизни миллионы наших соотечественников. Спасибо деду за победу. Белорусы сегодня говорят. Вынесу. Максим Кемель, Станислав Чичерин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. На этом празднование 9 мая не заканчивается. Уже в 21.00 пройдет массовый флешмоб. На площади Победы выступят воспитанники Центра дополнительного образования детей и молодежи. Спустя час здесь же разместится кинотеатр под открытым небом. Посмотрите военный фильм. Горожане традиционно приходят целыми семьями. Завершится показ киноленты ровно в полночь. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!